Добрый день! В эфире программа «Дневной разворот». Здесь, в студии Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем здравствуйте! У нас сегодня очередная тематическая программа. Мы встречаемся с нашими коллегами по поводу различного рода ответственностей, нарушений и механизмов решения проблем. Прежде всего, должны представить Наталью Костину, руководителя уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев, партнёры, адвоката Наталья Александровна. Добрый день! Добрый день! И Владимира Шабардина, уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области. Владимир Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, собственно, поводом к теме нашего сегодняшнего эфира, мы сейчас её озвучим, как раз послужил приход Владимира Валерьевича. Простите, пожалуйста, так много говорили сейчас перед эфиром. Да, много имён называли. Владимира Шабардина с отчётом за прошлый год, с отчётом уполномоченного по правам ребёнка. И там, Владимир, вы затрагивали вопрос о том, что возросло количество преступлений, которые были совершены в отношении несовершеннолетних. Да. И говорили, что есть статистика и по несовершеннолетним, соответственно, которые сами совершают такие преступления или правонарушения. Нарушают закон. Мы решили отсрочить эту тему по нарушениям, которые сами совершеннолетние проводят или по преступлениям, и осветить их именно в этой программе, которую мы ведём совместно с представителями компании «Яковлев и партнёры», как экспертное сообщество, и взяли эту тему именно сегодня. Итак, правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, статистика, ответственность и профилактика. Я думаю, что тема очень актуальна, потому что летние каникулы дети сами себе предоставлены. Мы об этом говорили в прошлую пятницу с представителем ГИБДД. Я думаю, что будем к этому вопросу ещё обращаться и с представителями педагогического блока. Ну, вот сейчас будем говорить не только о нарушениях, наверное, не только о статистике, но в том числе и о том, на что несовершеннолетний правонарушитель или нарушитель закона может рассчитывать в случае, когда нарушение уже выявлено, и он подлежит какой-то ответственности. Да, это очень важно, потому что часто с этим сталкиваются впервые несовершеннолетние и родители, и их законные представители, и права свои, и дети, и их законные представители редко осознают и понимают, к кому обращаться в такой ситуации. Особенно если эта семья не готова была к подобным вещам. Да, наверное, всё-таки наша программа больше обращена сейчас именно к взрослым людям, которые будут находиться рядом. И поэтому слушайте, пожалуйста, все внимательно. Ну, прежде всего нужно сказать, что, слава Богу, статистика нам говорит о том, что за последние десятилетия правонарушения, которые совершают, и преступления, которые совершают несовершеннолетние, сокращаются. И статистика за прошлый год, за 2017-й, говорит тоже об этом. И вот сейчас мне кивает головой, говорит Владимир Шабардин, что это так. Да, это так. У нас, ну, говорить о том, что количество преступлений и правонарушений сейчас небольшое, наверное, мы рано. Снижение есть. По данным МВД подростковая преступность остаётся всё-таки серьёзной проблемой. И количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, в 2017-м году составило 551 преступление. Для сравнения, в 2016-й год – 622, а в 2014-м свыше 700 было. Мы говорим про Кировскую область. Про Кировскую область, да, Кировскую область. То есть у нас вот общее количество снизилось на 11,4%. Опять же, МВД говорит о том, что остаётся проблемой серьёзной. Это совершение преступлениями подростками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 101 преступление, то есть фактически получается… Каждое пятое. Каждое пятое, да. Значит, это количество ниже, чем практически на 24% прошлого, года, но опять же, каждое пятое, вот надо заметить, да, в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, это одна из причин и проблем, где подростки берут алкоголь и к чему это приводит. Снизилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, хотя незначительно было 30, стало 26, но всё равно это почти три десятка. Преступление экстремистской направленности, 7, в прошлом году. Продолжает сокращаться число общественно опасных деяний, совершённых лицами, недостигшими возраста уголовной ответственности. Вместе с тем, категории, по которым был рост. Это убийства, в 16-й год, 0, в прошлом, 2. Преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью практически в два раза. Одно изнасилование, грабежи, 68, мошенничество. И зарегистрировано одно преступление террористической направленности. 9 несовершеннолетних совершили особо тяжкие преступления. И в 18 районах области отмечен рост подростковой преступности. Ну вот, как бы, вкратце ситуация. И у нас свыше 2,5 тысяч подростков состоит на профилактическом учёте в органах внутренних дел в Кировской области. Эта цифра практически не меняется. Она чуть увеличилась по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество состоявших на учёте в ПДН – это возраст 16-17 лет, это свыше тысячи подростков. 735 – это возраст 14-15 лет. И значительно возросло число подростков в возрасте до 14 лет, состоящих на учёте в ПДН. В 16-м – 484, в 17-м – 727. Почти в два раза рост. Да. То есть вот эта категория до 14 лет. В общеобразовательных школах обучается 1491 подросток, в учреждениях среднего профессионального образования – 660 человек, в высших учебных заведениях – 3, 13 человек работают, 92 неорганизованы. Это вот из этих детей, которые на учёте состоят? Да. Детей и подростков? Конечно, здесь особую тревогу вызывает вот эта категория до 14 лет. Значит, в 17-м году количество, как я говорил, уже увеличилось. Почти на 10% подростков поставленных на учёт ПДН вновь. Это почти половина того количества, которое я называл. И, к сожалению, также достаточно количество повторных преступлений, которые совершаются подростками. Ну вот вкратце статистика, которая… Вот такая у вас статистика. Это по преступлениям. А всё-таки вот есть ведь ещё правонарушение. Чем правонарушение от преступления отличается, Наталья? Давайте вот немножко статистику дополню. Да, на сегодняшний день у нас сайты генпрокуратуры по Кировской области дают цифру на апрель 101 преступление. И это меньше на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это тенденция к снижению. Это уже в 18-й годе. А Владимир сейчас 17-й на мобжу. Да, да. То есть положительная в целом динамика у нас есть. Прогресс в борьбе с детской преступностью. Но подождём конца года ещё. Подождём, да. По тяжким и особо тяжким преступлениям в целом по России. То есть тяжкие – это те преступления, срок наказания не превышает по которым 10 лет, особо тяжкие, которые превышают 10 лет. По тяжким у нас также тенденция к снижению. Она однозначно с 15-го года, даже с 14-го прослеживается в целом по России. То есть роста нет. По особо тяжким на 17-й год общее количество преступлений по России – это 1863. На сегодняшний день, на апрель – это 584 преступления. То есть практически треть показателя мы уже достигли. Тревожный симптом, между прочим. Ну вот небольшой рост отмечался, да. 16-й и 17-й год по сравнению с 16-м, 17-м году небольшой рост. Это особо тяжкие преступления. Чем отличается преступление от правонарушения? Ну и преступление, и правонарушение – это у нас противоправное деяние. Разграничение критерий – это для преступлений ответственность, предусмотренная у нас уголовным кодексом. Для правонарушений – это кодекс об административных правонарушениях. То есть граница лежит все-таки в большей общественной опасности. То есть преступление предполагает наказание, которое предусмотрено именно уголовным кодексом. Давайте приведем пару примеров. Вот именно по детской преступности что относится к преступлениям, а что относится к правонарушениям. Что относится к преступлениям, понятно. Ну, кража, например, да? По детской преступности у нас к преступлениям относится все в случае, если лицо достигло 16-летнего возраста. В ряде случаев, если лицо достигло 14-летнего возраста, мы также его привлекаем за определенные преступления. Это уже очень серьезные преступления. То есть это убийства, тяжкий вред здоровью, средней тяжести вред здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственное действие сексуального характера, кража, грабежа, разбой, вымогательство, ну и так далее. Там список довольно большой. То есть ответственность наступает с 14 лет. Административная ответственность у нас по общему правилу наступает с 16 лет. Это правонарушения? Это да, по правонарушениям, то есть для всех граждан. По правонарушениям, вот пример какой-то, что это? Курение в неустановленном месте. Вот, вот. Распитие спиртных напитков, наверное, в парке имени Кирова, например. Ну, преступление в отношении, как правило, кого-то, ну вот если так проще объяснить, да, вот правонарушения, привели пример, там, курение в общественном месте, преступление, убийство, кража, изнасилование. В отношении конкретно... То есть там должен быть потерпевший, пострадавший. Ну, не всегда, но как правило, да. Давайте разберемся конкретно... Даже если это умышленное уничтожение имущества, там все равно это имущество принадлежит кому-то. Вот смотрите, около 83,5% правонарушений по общероссийской статистике совершены против собственности. Правонарушения, говорит, совершены против собственности. Это кражи, я так понимаю. Это преступление уже. Это кражи? Кража – это преступление. Это журналисты не очень аккуратно обращаются со словом. И не разбираются, соответственно, родители, и не разбираются сами участники этих тогда правонарушений и преступлений. Давайте разберем вот эти преступления или правонарушения против собственности. Кража – это преступление, правильно? Кража, грабеж, разбой, вымогательство, завладение автомобилем и так далее. То есть у нас масса преступлений против собственности, которые совершают как взрослые, так и дети. Вы понимаете, что даже мы, журналисты, вводим в заблуждение, получается, людей, потому что, когда говорим, что правонарушение против собственности, это как бы смягчающие какие-то там формулировки, получается, да? 83,5% – тем не менее, это самый высокий процент. Общий удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляет около 5% нынче, в 2017 году. В целом по стране? В целом по стране. Ну, и мы, судя по всему, тоже примерно в этой статистике находимся. Но в десятке самых таких вот тяжелых регионов Кировской области нет. Можем мы нарисовать какой-то портрет несовершеннолетнего преступника. Вот сейчас, когда Владимир приводил статистику за 2017 год, уже более-менее что-то вырисовывалось там и по возрастным категориям, да, и по рецидивистам, извините, тем, кто возвращается с новыми преступлениями, правонарушениями. Но кто это в основном? В понимании обывателя, которое устоялось уже годами, а то и веками, может быть, это в основном дети из неблагополучных семей, например, асоциальных, да? Безнадзорные дети. Безнадзорные дети. А на самом деле как обстоят дела? Наверное, здесь вопрос Владимиру. Ну, в огромной массе своей это, конечно, дети, которым не хватает внимания родителей. Внимание имеется в виду, ну, внимания и контрольного внимания, и просто внимания. То есть дети предоставлены сами себе. Мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда вот приходит мама и говорит, я работаю на двух работах, ну, просто некогда заниматься, поэтому вот раз, да, предупредили, два, предупредили. Мы достаточно не уделили внимания, вот это привело к тому-то. Вот сейчас, когда говорят о маме, которая работает на двух работах, мы имеем в виду все-таки матерей-одиночек, неполные семьи. Нет, почему? Вот бывает отец на вахте, мать работает по системе 2 на 2, например. Соответственно, ну, ребенка она видит через два дня, поэтому вот в этой ситуации вот это время ребенок предоставлен сам себе. Поэтому, ну, говорить о том, что преступления совершаются только детьми, там, из семей в социально опасном положении, например, да, ну, это не так. У нас бывают дети абсолютно из внешне благополучных семей, которые никогда нигде не были замечены, да, вот исключительно там положительно, и вдруг, особенно там, вот когда с тайкой или группой вот эти события происходят, кого-то избивают и снимают на видео, то потом выясняется, что вот из, не знаю, там, 10 участников этой ситуации только один или два были вот из таких семей, а все остальные абсолютно благополучных, и потом, когда выясняется, там, кто родители, там, кто мама школьный зауч, сама там, или учитель и так далее, и так далее, и так далее. В Грузии недавно люди вышли на улицы, да, протестуя против действий властей в отношении прав детей, которые были убиты своими сверстниками, а правоохранители покрывают этих сверстников, потому что их родители высокопоставленные чиновники. Там целая демонстрация была в этом смысле буквально недавно. Вот тоже пример того, кто могут быть участниками. Но тут уже, скорее всего, эти дети, конечно, на виду, может быть, там, в отношении них не предпринять никаких мер реагирования, да, из-за высокого статуса родителей. Мы сейчас как раз вопрос, который мы обратим к нашему адвокату. Прервемся на полминуты, и через полминуты как раз Наталью Александровну попросим рассказать, что в таких ситуациях происходит, как выявляются преступления и правонарушения, хватает ли ребенка прямо там на улице, по какой наводке, кто должен тут кому позвонить он может, кто должен его защитить. Вот обо всем об этом в следующей части нашей программы. Возвращаемся в студию. Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов. Яковлев, партнеры, адвокат у нас в студии, и Владимир Шабаратин, полномоченный по правам ребенка Кировской области. Здесь тоже в студии мы пытаемся объяснить сейчас нашим слушателям, прежде всего взрослым слушателям, что происходит с ребенком, который совершает преступление или правонарушение. И сейчас добрались до той части, когда мы хотим попросить Наталью Костину, чтобы она рассказала, когда человек несовершеннолетний и выпадает в такую ситуацию, что с ним происходит, как действует в отношении него власти, как должны действовать родители, кто может защищать права ребенка и какая ответственность наступает. Так, совершено преступление или правонарушение, и это несовершеннолетний. Независимо от того, несовершеннолетний или совершеннолетний, у нас поводы и основания для возбуждения уголовных дел не те же, для всех категорий граждан. То есть это сообщение о преступлении, которое могут выявить как сотрудники правоохранительных органов, так и обычные граждане. То есть поступает какой-то сигнал, телефонный звонок или письменное заявление о совершенном преступлении, либо лицо каким-то образом застегнуто на месте происшествия. В таком случае есть основания для задержания несовершеннолетнего подозреваемого. И у нас есть с вами особая глава в Уголовном процессуальном кодексе по производству по уголовным делам именно в отношении несовершеннолетних. То есть эту категорию мы выделяем. Здесь особенности существуют определенные. Когда мы можем задержать несовершеннолетнего подозреваемого? Когда лицо застегнуто при совершении преступления или после его совершения? Когда потерпевшие или очевидцы указывают на данное лицо, как на совершившее преступление. Либо когда на этом лице или одежде, или при нем, или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. То есть причастность человека очевидна к совершению преступления? Только в этих случаях? Только в этих случаях, да. Мы задерживаем несовершеннолетнего. Когда мы его задерживаем, мы доставляем его в органы внутренних дел. И срок нахождения несовершеннолетнего лица не должен превышать, по сути, 3 часа. В течение этих 3 часов ребенок обязательно должен быть передан законопредставителям, то есть родителям. Это отличается от взрослого преступника? Взрослого преступника сколько могут... Его никуда не передают взрослого. Да, я понимаю. У нас взрослое лицо на 48 часов можно задержать. А ребенка на 3 часа? А ребенка на 3 часа, а не более. Но если в течение 3 часов органы внутренних дел не могут передать ребенка, то они в центры временного содержания несовершеннолетних его передают. У нас есть такие центры? Для последующей передачи. Центр СНП у нас находится на проспекте строителей. Хотел бы добавить, что законные представители извещаются немедленно. То есть о факте задержания. То есть о задержании заключения по стражу или продлении строго содержания по стражу, если это уже дальше зашло несовершеннолетное подозреваемое, обвиняемое, незамедлительно. А если не нашли? Изменяются законные представители. Если не могут даже выявить личность этого ребенка? ЦВСНП. Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. На проспекте строителей? У нас в городе Кирове на проспекте строителей. А что с ним там происходит? До выяснения. Он находится там. Там есть педагоги. Там есть социальные педагоги, психологи. Конечно, это учреждение, в котором есть условия для проживания. То есть там кровать, кухня какая-то, их кормят. А где находится удобство? Извините. Это камеры или это комнаты? Нет, это комнаты. Это не камеры, нет решеток на окнах, конечно. Но они же задержаны. А если они уют? Не взрослые. Нет, это территория, которая имеет ограждение по периметру. Это здание, которое закрыто, собственно говоря, изнутри, но решеток на окнах нет. Это комнаты, спальни, учебные. Да, конечно. Это структура УМВД. Соответственно, там в штате присутствуют сотрудники полиции, психологи, точно так же, которые в штате полиции находятся. И, собственно говоря, там ведь находятся дети не только, которые в этой ситуации там оказываются. Застегнутыми на месте преступления. В ЦВСНП, если вот про ЦВСНП сказать очень кратко, там могут быть помещены несовершеннолетние. Там такой перечень длинный. Направляем по приговору суда или по постановлению судей в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. То есть, они вот этот период находятся до того, как они уйдут в учреждение закрытого типа. Временно ожидающий рассмотрения судом вопрос о помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Самовольно ушедшие из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которым наступает уголовная ответственность за это деяние. То есть, они там все вместе находятся? Да, но там ведь не одна комната. То есть, это достаточно большое учреждение, поэтому пересечений по тем категориям, которые вы говорите, там нет. Чему-то они научатся друг. Бегунки, так называемые, отдельно. Да, подозреваемые отдельно. То есть, практика это вот до 30 суток помещение в ЦВСНП, это не учреждение, то есть, это не спецучилище, это не колония пока. Но вот для кого-то, для части детей это является первым звонком, что существуют учреждения, в которых у тебя нет доступа к телефону, к телевизору, к интернету и так далее, и так далее. Но книги-то там есть? Книги есть, книги в большом количестве, занятия проводятся, и реабилитационные мероприятия, и приходят из школы заниматься в обязательном порядке педагоги, и, значит, с ними занимаются и психологи, и другие специалисты проводят ежедневно занятия, там, ну, вплоть до, ну, не знаю, там, оригами занимаются и так далее, и так далее. То есть, целый день дети там заняты. Ну, то есть, если, сейчас тоже к родителям или к законным представителям обращения, если ребёнок пропал, вы обзваниваете всё, что возможно, и в том числе Центр временного содержания детей. Да не нужно там звонить в Центр, нужно в полицию, да, а если ребёнок там, то полиция сама, собственно говоря, скажет. То есть, может такое случиться. Если вас за это время не могли найти. Вот теперь у меня вопрос. Всё-таки опрос, наверное, это называется с юридической точки зрения, вот в течение этих трёх часов несовершеннолетнего, которого задержали, его опрашивают ещё, не допрашивают. Его опрос, он осуществляется как? Это только сотрудник полиции с ним работает. Если социальная служба, конечно. Или ещё кто-то должен быть до того момента, пока появляются его законные представители, если они появляются. Вот смотрите, если были основания для задержания его в качестве подозреваемого, когда он застигнут, то это уже не опрос. Это допрос подозреваемого. В таком случае с первого допроса обязательно присутствует адвокат, защитник. Ну, чаще всего по назначению, да, вот обычно так бывает. Да, всего, да, по назначению. Обязательно родитель может присутствовать. Ну, он извещается в любом случае. Если нашли. Да. И на допросе, в случае, если у нас несовершеннолетний не достиг 16 лет, либо если он достиг этого возраста, но страдает психическим расстройством или отстаёт в развитии, то тогда участвует педагог или психолог обязательно. Ну, то есть это можно сказать, что это социальный работник, педагог или психолог, да? То есть вот на этом запросе, если нет родителей, обязательно присутствие всё-таки? Нет, нет, это не исключает вообще-то родителей. То есть они в любом случае там находятся? В любом случае, но в законе у нас чётко прописано, что дополнительно ещё должен присутствовать психолог или педагог. Вне зависимости от того, есть законный представитель или нет, всё равно в обязательном порядке. То есть вот следователь, адвокат, ребёнок, и там ещё должен быть психолог или педагог. Законный представитель ещё. Плюс законный представитель, если его нашли, в этот момент может находиться. Но вот эти люди всегда там находятся. То есть вот чёткая формулировка, что следователь или дознаватель обеспечивает участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого обвиняемого по ходатайству защитника, либо по собственной инициативе. Что касается времени самого допроса. У нас, да, допрос несовершеннолетнего не может длиться более двух часов подряд без перерыва. А в общей сложности в день не более четырёх часов. Тут от взрослых мы отличаемся, да, взрослых мы четыре часа без перерыва можем допрашивать. То есть даём время ребёнку на отдых. А присутствие педагога и психолога, оно обязательно, почему? Потому что мы должны выяснить, понимает ребёнок значение совершённого им деяния или не понимает. Есть ли какие-то особенности в развитии? Потому что он ведь может и не подлежать уголовной ответственности в силу того, что он не понимал, что он делает. То есть именно сейчас мы говорим не только и не столько про возраст, сколько учитывая его особенности, то есть развитие. Зрелость, можно так сказать. То есть если психолог или педагог выявляет непонимание ребёнком всего происходящего, невозможность руководить чем-то, можно ведь вопрос ставить об экспертизе и, соответственно, об освобождении его от уголовной ответственности. Особенно если это психическое расстройство или отставание в психическом развитии. И как вот дальше всё происходит? То есть больше двух часов ребёнка допрашивать нельзя, больше трёх часов не может длиться его задержание. В момент, когда его начали допрашивать, проходит два часа, дальше вот остаётся всего час. Если законные представители в этот момент не найдены, ребёнка транспортируют в центр, а потом уже следственные действия с ним ведутся, его просто обратно доставляют куда-то. Потом, соответственно, из центра, если всё-таки родителей найти удалось и удалось передать, и мера пресечения в отношении него не избрана, то есть это там поступление небольшой безредней тяжести, как правило, не избираются меры пресечения, тогда мы его отдаём родителям, и далее мы извещаем родителей о допросах обязательно обо всех, не самого ребёнка мы извещаем. Они обеспечивают явку несовершеннолетнего, получается, с родителем, либо с адвокатом. Вот подписку, да, получается, да? Да не всегда у нас подписка, они вы не избираются, нет. Нет, там даже ребёнок отправляется домой. По сути, да. Если это не тяжкое преступление, он отправляется домой, и дальше родители несут ответственность за него. Родители всегда несут ответственность за него. За его доставку на все мероприятия, которые назначены. Что в данный момент нужно сказать родителям, которые попали в такую ситуацию вместе с своим ребёнком? Потому что очень часто бывает, что родители могут растеряться в этой ситуации. Они, конечно, хотят, если это нормальные родители, защитить своего ребёнка всеми способами. Они пугаются системы, они пытаются искать адвокатов, они не верят в то, что происходит. Ну, такая вот происходит нормальная совершенно человеческая реакция. В этой ситуации как правильно поступать родителям? Ну, я со своей стороны хочу сказать, что, ну, во-первых, нужно всё-таки адекватно оценивать эту обстановку и ситуацию. Вы вправе ознакомиться со всеми материалами, которые в этом случае есть. То есть, более того, я не могу представить ситуацию, когда говорят, подождите в коридоре, мы сейчас с вашим ребёнком поговорим. Возможно, и бывают такие. То есть родители имеют право всегда находиться со своим родителем? У него те же самые права, что и у подозреваемого, у родителей он обладает той же самой совокупностью прав. Знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайство. Меня сейчас интересует момент, коллеги, да, интересует момент, все вот действия, которые с ребёнком производятся с момента, как он вышел из дома на любую, там, следственные действия, там, какие-то допросы и прочее. Родитель имеет право всё время с ним работать? Да, безусловно. Да, всё время очень важно находиться в данной ситуации рядом с ребёнком. Всегда. Какие бы эти действия ни было, более того, там, ребёнок вправе до приезда родителей, то есть если родители найдены и говорят о том, что вот родители приедут через час, не давать никаких объяснений, показаний. Вообще у нас любой гражданин имеет... 51-я статья Конституции в отношении несовершеннолетних работает. Несовершеннолетний, точно такой же гражданин, как и мы с вами. Прервёмся сейчас, у нас реклама на полторы минуты и вернёмся в студию. Возвращаемся в студию. Мы говорим сегодня о правонарушениях и преступлениях, которые совершает несовершеннолетняя. И обращаемся, прежде всего, к родителям. Если вы попали в такую ситуацию, мы стараемся вам рассказать, как правильно поступать для того, чтобы справедливость восторжествовала. И вы помогли, скорее, своего ребёнка вернуть к нормальной жизни, а не усугубили процесс. В связи с этим мы разговариваем с Натальей Костиной, руководителем уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев-Партнёры, адвокатом и Владимиром Шабардиным, уполномоченным по правам ребёнка в Кировской области. Вот до перерыва мы ушли на то, что очень важно. Право родителей всегда находиться рядом со своим ребёнком. Что бы с ним ни происходило, в силу различных следственных действий, всегда быть рядом вы имеете право и нужно. И нужно это делать. Право ребёнка в этом случае, ребёнка, подростка, до приезда родителей или законных представителей ничего не говорить, ничего не объяснять. Говорить, я дождусь взрослых. Всё после этого. Да, нужно очень чётко это понимать и своим детям говорить, что если вы оказываетесь в такой ситуации, то, ну, первое, мы как родители, мы всегда приедем, приедем достаточно быстро, то есть ты не останешься один на один со своими проблемами. Вот, если до нас дозвонились и всё хорошо, то есть пока мы едем, ты сидишь и ждёшь нашего появления. Ну, и дополним, что доказательственного значения, полученное с нарушением уголовного процессуального законодательства, доказательства они не имеют. То есть если что-то произошло без присутствия законных представителей либо адвоката, то, соответственно, в основу обвинения положено быть. Так, а если адвокат по назначению в этот момент рядом с ребёнком, подростком, и ему говорят, ну вот же, пожалуйста, твой адвокат, зачем мы будем ждать родителей, у нас всего три часа на твой допрос, два даже часа, да, вот. Вот, а он должен как-то вот всё равно отказываться или нет? Я думаю, что любой адвокат несовершеннолетнего, он прежде всего позицию должен согласовать, в том числе и с родителем, и с клиентом, да. А адвокат может в неограниченное время общаться с своим клиентом, то есть если у нас на допрос ребёнка два часа, то мы можем с ним сколько хотим, столько и просидеть, и прообщаться. Вот смотрите, если такая ситуация, ребёнка допрашивают, он в состоянии стресса, ему сказали, пока твои родители едут, мы тебя допросим, вот твой адвокат. Может быть, вдруг такая ситуация, вдруг, гипотетически представим себе, вот всё, что было сказанным ребёнком в этот момент, в доказательную базу ложится или нет без законных представителей? Без законных представителей, я думаю, что да, в присутствии адвоката, да. В этой ситуации, мне кажется, очень многое зависит от профессионализма адвоката. Как он будет? Если я вижу клиента впервые, и он не может пояснить, я вижу, что он в стрессовой ситуации, да никакой адвокат совет отдавать какие-то показания не даст. Если это ребёнок, если это несовершеннолетний, я не думаю, что любой вменяемый адвокат будет давать советы, обладая адвокатской практикой, да, будет давать советы. Нет, ты сейчас говори вот это, вот это, зная, что есть возможность дождаться законного представителя. Владимир Валерьевич, у нас в стране, и не только в нашей стране, случается всякое. И хочется понять, где мы... Случается всякое, но мы должны понимать, что у нас есть возможность впоследствии, да, какие-то действия оспорить, на какие-то действия подать жалобу, да. Мы сейчас пытаемся разобраться, то есть какие действия здесь незаконны. У нас, наверное, существует процедура, значит, когда адвокат становится не адвокатом в случае совершения каких-то действий, да? А чём это? Так, товарищи, у нас остаётся всего 7 минут до завершения эфира. Мы с вами сейчас только продвинулись до момента там следственных действий, и мы поняли, что нужно всё время сопровождать своего ребёнка, и, к сожалению, если он что-то уже сказал в присутствии адвоката и без официального представителя, это тоже в доказательную базу ложится. В случае, если преступление не доказано, что происходит с ребёнком? В случае, если не доказано событие преступления, лицо считается невиновным, и производство по уголовному делу прекращается. Но это только судом выясняется? Нет, не обязательно. На стадии следствия, да, знание это может выясниться. То есть все события, весь состав преступления, он устанавливается в ходе... Компенсация здесь никакая не предусмотрена, если ребёнок задерживался, допрашивался, не доказано. Компенсацию предусмотрена компенсация, и право на реабилитацию, это у нас... То есть есть компенсация и право на реабилитацию? То есть все деньги, которые мы потратили на адвокатов, или какой-то убыток понесли вследствие незаконного уголовного преследования, мы вправе взыскать. Если следствие пришло к выводу, что ребёнок виновен, и обвинение выдвигается, что происходит тогда с ребёнком? Он уже перемещается из семьи куда-то? Или после суда это происходит? Нет, я думаю, что он никуда не перемещается, если никаких оснований для избрания ему меры пресечения нет. То есть если у него нормальное поведение, он не скрывается, не убегает, ведёт себя обычным образом? Изоляция ребёнка от общества в случае совершения тяжких преступлений. Насколько часто происходит? И всё-таки какие это преступления? При краже, если доказано уже в ходе следственных действий, что ребёнок причастен к краже, при краже ребёнок остаётся дома с родителями или всё-таки помещается куда-то? Вот смотрите, если мы обычную кражу рассматриваем, то срок наказания не превышает двух лет. Соответственно, это преступление небольшой тяжести. По нему, я думаю, что несовершеннолетний никогда не будет помещён в воспитательную колонию. Если эта кража будет организованной группой или в особо крупном размере, то в данном случае избежать наказания ему не удастся. А в целом у нас очень гуманистический подход судов. И судьи рассматривают дела, связанные с преступлениями несовершеннолетних. Это особые судьи. У них специализация именно по несовершеннолетним. То есть это необычные судьи. А адвокаты тоже особые или адвокаты общие? Я думаю, что тут, да, определённой спецификой тоже нужно обладать. И, как правило, у нас дела по преступлениям небольшой или средней тяжести, они оканчиваются применением принудительных мер воспитательного воздействия. То есть это предупреждение, передача под надзор родителей, возложение обязанностей загладить вред, ограничение досуга и установление особых требований. А условный срок может быть какой-то? Это, наверное, условный срок. Нет, мне кажется, это другое. В данном случае вообще получается, что он освобождается от уголовной ответственности, то есть у него нет приговора. А условный срок мы можем получить по приговору безусловно суда. И условные сроки тоже детям назначаются? Я думаю, что да. Уголовная ответственность за детей наступает с 14 и с 16 лет за разные виды преступлений, да? Вы говорите, давайте вернёмся к началу, если вы говорите к моменту о содержании под стражей, то по статьям, которые подлежат уголовной ответственности, скажем, за убийство, да, может быть... Изолируют. Может быть, да, конечно. На время следственных действий изолируют. Грабежи, убийства, жестокая. Изнасилование, вот это вот такие, да. Да, преступление против личности, это, кажется, так называется. Вот отдельная история, она не касается сейчас вот как раз процесса, который мы сейчас обсуждали. Это содержание детей под стражей в заведении, да, вот в исправительных колониях. Это отдельная совершенно тема. До токатов уже, наверное... Исправительная колония, это не содержание под стражей, это уже отбывание наказания. У нас есть ещё СИЗО, у нас есть ещё специальное училище закрытого типа. СИЗО у нас на Нагорной, исправительное училище у нас в Горле-Авлове есть. Так что это не только... А это уже история, которая касается присутствия адвокатов или правозащитников, ну, не правозащитников, а адвокатов. А адвокат вообще на любой стадии всегда, и в том числе и при исполнении наказания в праве к своему подзащитному приходить без ограничений. Вот, кстати, если ребёнок в колонии, к нему адвокат точно так же, как и родители, может приходить по заявлению, да, то есть это человек, с которым всё время можно консультироваться. Ну, вот у нас сейчас время программы подходит к концу, а меня тревожит до сих пор мысль, которая витает вокруг цифры, которую Владимир Валерьевич назвал, о том, что увеличилось количество ребят до 14 лет, которые сейчас поставлены на учёт. Всё-таки я чувствую, что эта тема будет иметь своё развитие. А с чем это связано? Что это такое? Ну, разные причины. В первую очередь основание постановки на учёт, то есть это всё-таки определённые действия, в том числе противоправные, которые велись постановкой на учёт. Но, вы знаете, в огромной части постановка на учёт, профилактический, мы говорим, профилактический учёт, ПДН, у нас есть учёт внутришкольный и так далее. Мы очень надеемся, что носит именно характер, когда проводятся профилактические работы. А кто конкретно занимается постановкой на учёт и профилактическими работами? ПДН, отделение по делам несовершеннолетних. Вот их нужно пригласить отдельно, чтобы за них не говорить. Я думаю, что это отдельная тема, да, большая. Лучше переговорить. Вот. И там уже во многом качество профилактической работы и приводит к тому, чтобы, значит, вот этот несовершеннолетний, он не перешёл в какую-то другую стадию, там, более серьёзную, которая чревата и для него, и для окружающих более серьёзными последствиями. Чтобы не стал рецидивистом. Да, потому что детская преступность, она потом и взрослую порождает. Бывает. Вот это вот отдельная тема, её нужно взять совершенно, да, в другой программе. Но сейчас, по крайней мере, я надеюсь, что мы донесли до родителей и до официальных представителей детей тот механизм, который стоит использовать, если такое несчастье с ребёнком случилось. И всегда, пожалуйста, берите трубку телефона, даже если вам звонят с незнакомых номеров. Благодарим наших гостей. Наталья Костин, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов, Яковлев, партнёры, адвокаты, Владимира Шабардина, уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области. Этот час завершён. Анна Лапшина и Светлана Занько. Мы не прощаемся, мы вернёмся в начале следующего часа.